Здравствуйте! События четверга в материалах корреспондентов ОРТ Планета в студии Анны Златухина. И вот некоторые темы этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация с паводком остается одной из центральных тем. Ото льда уже освободились реки на западе области, а также мелкие речки в центре и на востоке региона. Со дня на день вскроется от льда и Урал. Под особым контролем Оренбургский район. Сегодня из-за потопления перекрыт участок дороги из Оренбурга через авиагородок в село Пруды. В районе Иловых полей недалеко от села Пруды произошло потопление в связи с активным таянием снега. Участок дороги, ведущий в село, временно закрыт. Автотранспорту рекомендовано изменить маршрут и проезжать из поселка 9 января в поселок Пруды через ГП-9. Сегодня в полдень на территории Первомайского района в связи с понижением уровня талых вод в реке Чиган восстановлено движение двух низководных мостов. В поселке Новая жизнь по дороге к поселкам Лесопитомник и Осочный. По-прежнему на контроле МЧС левый берег реки Сакмара у села Желтое в Саракташском районе. Линия берега не обрушена и опасности не представляет. И к главной политической новости дня. Сегодня Оренбург встречал гостей из Москвы. Члены комитета Верхней палаты парламента приехали в областной центр для того, чтобы провести выездное заседание на тему парламентского контроля. Насколько этот вопрос актуален для нашей области? И как в Совете Федерации оценивают работу оренбургского правительства? В следующем сюжете. Встреча губернатора Оренбургской области и представителей комитета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству прошла под вспышки фотоаппаратов и под прицелом видеокамер. И неудивительно, ведь мероприятие такого уровня в Оренбурге впервые. В 2015-м наша область представила в Верхней палате парламента масштабную экспозицию с достижениями региона. А сегодня сенаторы приехали с ответным визитом в областной центр для того, чтобы обсудить исполнение законов и целевое расходование бюджетных средств. Палата регионов должна не только быть палатой регионов по своему названию, но и по формам работы. Поэтому работать с регионами, работать в регионах – это та задача, которая поставлена абсолютно перед всеми комитетами. Но прежде чем приступить к обсуждению о том, каким должен быть парламентский контроль, председатель комитета вручил губернатору Юрию Бергу медаль Совета Федерации за добросовестный труд, вклад в государственное строительство и социально-экономическое развитие страны. Дружеские связи Верхней палаты парламента и нашей области позволяют решать региональные проблемы на федеральном уровне. На заседании губернатор отметил, что в Оренбурге работают все формы парламентского контроля. На правительственном уровне работу оренбургских законодателей оценили высоко. С инициативами регион выходит нечасто, но все законопроекты качественно подготовлены. Законодательная инициатива в Оренбургской области получила положительное заключение правительства. Вот это как раз для многих регионов бывает нечасто. В данном случае это получилось наоборот. Положительная инициатива была поддержана правительством и профильными комитетами Совета Федерации Государственной Думы. Основным докладом заседания стало выступление аудитора Счетной палаты России Татьяны Блиновой. Она обозначила проблемные вопросы парламентского контроля и рассказала, что нужно сделать депутатам и сенаторам, чтобы контрольно-бюджетными расходами принес реальные результаты. Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева в своем выступлении напомнила о важности взаимодействия с законодательной и исполнительной властей. В целом уровень дискуссии столичным гостям понравился. И подводя итоги встречи, губернатор отметил, визит Комитета Совета Федерации – это знаковое событие для Оренбургской области. Я рад тому, что они сегодня здесь у нас. Знаете почему? Коллегам из Совета Федерации очень важно побыть здесь, питаться тем, то чего, я уж извиняюсь, в кабинетах просто нет. Делегация Совета Федерации в нашей области работает два дня. Сенаторам Верхней Палаты Парламента еще предстоит посмотреть, как реализуется масштабный инвестиционный проект туристско-рекреационный кластер «Соленые озера». Оксана Боричева, Роман Боричев, Новости дня. К другим темам. Каково состояние медицины на востоке области? Где есть болевые точки? На этой неделе эту сферу инспектировал губернатор. Юрий Берг побывал в нескольких районах – Домбаровском, Новоорском, Кувандыкском. А по завершении рабочего турне встретился с врачами и главами, чтобы подытожить, какие проблемы сегодня необходимо решать в первую очередь. Подробности в следующем сюжете. В Оренбурге отмечается снижение смертности на полтора процента. И этот результат лучше среднероссийского показателя. Тем не менее, говорили на совещании, по-прежнему острым остается вопрос обеспечения медицинской помощи у каждого жителя области. Эта проблема особо актуальна для Востока области, где населенные пункты разбросаны на большой территории. Необходимо развивать сеть мобильных ФАПов, так как несколько десятков малых сел еще остаются без постоянных медработников. Наша задача – обеспечить каждого жителя регулярной медицинской помощью, амбулаторно-поликлинической, скорой, экстренной специализированной помощи при острых сосудистых состояниях и хирургической патологии. Также на совещании говорили о том, что в сельском здравоохранении необходимо широко применять телекоммуникационные технологии, чтобы путем видеосвязи получать консультации ведущих, опытных специалистов. И хотя в сельских территориях у нас обеспеченность врачами значительно выше, чем в среднем по стране, однако кадровый вопрос еще не решен полностью. Необходимо продолжать работу по привлечению врачей в малые населенные пункты. И это задача глав муниципалитетов – закрепить кадры на селе путем предоставления жилья младым специалистам. Прозвучало и предложение вернуть практику распределения выпускников вузов по районам с пятилетней отработкой. Работайте с выпускниками, но ведь местные кадры направьте, отучите, домой зовите обратно. Вернуться сегодня жить можно. Также губернатор предложил крупным предприятиям «Восток» оказать спонсорскую помощь приобретений для больниц новейших и столь необходимых медицинских аппаратов, в частности ангиографов для рентгеновского обследования. Нужно также решить проблему с отсутствием сотовой связи в удаленных селах. Губернатор подсказал главам – купите спутниковый аппарат. Юрий Берг призвал главврачей и руководителей районов высказывать и свои предложения, чтобы сообща решать наболевшие вопросы здравоохранения. Анна Золотухина, Семен Воробьев, Новости дня. Вопросы доступности медицинских услуг обсуждали и в Саратове. На ассоциации законодателей Приволжского федерального округа. Оренбуржье традиционно участвует в форуме, делится своими успехами и перенимает опыт соседей. Подробнее в репортаже Светланы Семениды. Гореко-римская борьба, настольный теннис, конный спорт. Эти и другие спортивные дисциплины уже позволили вернуть к полноценной жизни более 300 саратовских детей с ограниченными возможностями. Уникальная для региона спортивно-адаптивная школа дает таким детям шанс. Все сделано для такой категории. И бассейны с опускающимся лифтом, и подъемники для колясочников, и тренажеры сделаны. Еще одним инструментом для успешной реализации социальной политики может служить и строительство перинатальных центров. Опыт регионов ПФО говорит о правильности такого подхода государства к развитию института семьи и материнства. Вообще строительство таких перинатальных центров по всей России, в том числе и в Саратовской области, и в Оренбургской области, цель, конечно, одна, что демографическая ситуация, которая есть в России, и в частности в Саратовской области, и в Оренбургской принципиально не отличается. Поэтому сегодня принято очень много решений, в том числе и законодательных, и на уровне правительства, о стимулировании общерождаемости. Эта тема получила свое продолжение на заседании Ассоциации законодателей ПФО. Также в центре внимания руководители региональных парламентов, практическая реализация промышленной политики. Соответствующий федеральный закон, имевший долгую историю, уже принят, но вопросы у представителей делового сообщества по некоторым положениям документа еще остаются. Закон о промышленной политике – это еще не промышленная политика. Промышленная политика должна… Этот закон дает возможность власти сегодня давать вектор по этим законам, вектор, куда будет развиваться дальше бизнес, чтобы бизнес понимал, о чем будет идти речь. Поэтому то обсуждение, которое мы сегодня ведем, и на площадке Ассоциации законодателей, просто сверить наши позиции, что творится в одном регионе, в другом. Ассоциация в очередной раз доказала свою результативность, выступив площадкой для выработки согласованной позиций территорий, входящих в ее состав, по различным вопросам региональной политики на федеральном уровне. Светлана Семенида, Владимир Жидов. Сейчас реклама, после которой продолжим выпуск. В частности, расскажем об увеличении цен на бензин и наказании для водителя скорой, ставшей виновником аварии. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем выпуск. Цены на бензин поднимутся. С 1 апреля по всей стране акциз на топливо увеличивается. Ставка на бензин возрастает на 2 рубля. Дистопливо подорожает на рубль за каждый литр. Несмотря на скорое повышение цен, днем на заправках Оренбурга нет ажиотажа. Цены на 92-й бензин сейчас в среднем 33,5 рубля. Самый дорогой – на заправке «Лукойл». Здесь оказались и самые высокие цены на дизельное топливо – 36 рублей 73 копейки. Для сравнения на Роснефть и Оренойл этот вид топлива дешевле почти на рубль. В Оренбургской области цены на дизель подниматься не будут, а вот бензин может подорожать на несколько рублей. Основной поставщик топлива в область «Башнефть» уже завтра увеличит цены на 1,5 рубля, убрав акционную скидку, действующую последние недели. Мы ведем переговоры, делали запросы в «Башнефть», но, к сожалению, ситуация на рынке такова, что они вынуждены объясняют это ценовой политикой всего своего холдинга, увеличением расходных обязательств своих и повышения на незначительные, но тем не менее, проценты бензина. Федеральные СМИ со ссылкой на Минфин сообщают, что увеличение акциз – мера вынужденная. Таким образом, в текущем году это принесет в федеральный бюджет 80 миллиардов рублей. С этой недели повысились тарифы на пригородные маршруты. Мы уже рассказывали об основных причинах, которые видят перевозчики, а вот сегодня официальный ответ дали в Минэкономразвитии области. С 28 марта некоторые оренбургские перевозчики установили новые тарифы на пассажирские перевозки. Увеличение проезда произошло на маршрутах Оренбургского района. Теперь билеты из Оренбурга в Самородово, Чекалово, Бердянку стоят 45 рублей и 70 рублей. Минэкономразвитии пояснили, что ничего противозаконного предприниматели не совершили. Замминистра Сергей Липаткин пишет следующее. В соответствии с федеральным законом номер 220 об организации регулярных перевозок, все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на межмуниципальных маршрутах, вправе устанавливать тарифы на пассажирские перевозки самостоятельно. Таким образом, право самостоятельно устанавливать тарифы имеют автобусные маршруты пригородного сообщения, которые связывают населенные пункты Оренбургского района с областным центром. Это так называемые межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. К другим темам. В Орске продолжается судебный процесс над группой скинхедов. В ноябре 2011 года четверо молодых людей жестоко избили мужчину выходца из Средней Азии. Удары наносили битый и ножом. Пострадавший выжил. Ему вовремя оказали медицинскую помощь. Личности нападавших удалось установить только спустя 4 года после нападения. По информации регионального следственного комитета, сегодня четверым жителям Орска и Новотроицка предъявлено обвинение. В настоящее время проверяется возможная причастность обвиняемых к другим преступлениям, совершенным в том числе и на экстремистской почве. Расследование уголовного дела продолжается. Память погибшего в Сирии офицера сегодня почтили минуты молчания на заседании областной антитеррористической комиссии. Наш земляк из села Городки Тюльганского района Александр Прохоренко, оказавшийся в окружении террористов, вызвал огонь на себя, чтобы уничтожить большое скопление боевиков. В совещании приняли участие руководители силовых структур, а также члены аппарата антитеррористической комиссии. В своем выступлении губернатор напомнил об известных уже фактах выезда оримбуржцев на Ближний Восток. В отношении 12 оримбуржцев возбуждены уголовные дела, а 8 наших земляков, участвующих в вооруженных конфликтах за рубежом, находятся в международном розыске. Необходимо принятие дополнительных мер, направленных на повышение эффективности работы органов исполнительной власти, местного самоуправления и правоохранительных структур по реализации комплексного плана противодействия идеологии и терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в интересах населения Оренбургской области. Водитель скорой помощи сегодня предстал перед судом. В октябре прошлого года он стал виновником аварии, превысил скорость, проехал на красный и врезался в автомобиль, вследствие чего пострадала фельдшер неотложки. Женщину тогда госпитализировали с множественными переломами. Долгое время она провела в больнице, позже подала в суд. В ходе заседания свою вину водитель скорой признал полностью. Кроме того, после оглашения обвинения пострадавшая отказывается от иска. По ее словам, подсудимый навещал ее в больнице, а также полностью возместил ущерб, выплатив 100 тысяч рублей. В связи с этим защита ходатайствует об освобождении мужчины от уголовного преследования. Гособвинитель с позицией защиты не соглашается и настаивает на уголовном преследовании. Приводят аргументы. Водитель скорой совершил общественно опасное деяние и должен быть наказан. А выплата компенсации – это его обязанность. Тем не менее, после получаса в совещательной комнате суд удовлетворил ходатайство защиты. Состояние здоровья бывшего ректора Оренбургского института менеджмента Олега Свиридова стабилизировалось. Его перевели из больницы в следственный изолятор, где он будет дожидаться вступления в законную силу решения Держинского суда. Напомним, в прошлую пятницу экс-ректора Агим приговорили к трём годам колонии общего режима за незаконное присвоение средств. Общая сумма – почти 8 миллионов рублей. В день оглашения приговора у профессора резко подскочило давление. В здание Держинского суда была вызвана карета скорой помощи. Она дежурила там в течение часа. Ссылаясь на возникшее у осужденного прединсультное состояние, врачи скорой приняли решение, что отправлять Свиридова в СИЗО опасно для здоровья. В итоге здание суда он покинул под конвоем в машине скорой помощи. В региональном УФСИН сообщает, что сегодня состояние здоровья экс-ректора позволило поместить его в следственный изолятор. В случае необходимости помощь ему смогут оказать местные медики. К другим новостям. Они снова покорили танцевальный Олимп. Коллектив эстрадного танца «Жемчужинка» из Оренбурга стал обладателем гран-при международного конкурса в Казани. Жюри высоко оценило постановки оренбургских хореографов. В очередном успехе коллектива Диля Рабусева. Философский танец «Агонь и вода» уже 4 года не сходит со сцены. Он покорил зрителей универсиады и чемпионата мира по водным видам спорта. Международный конкурс «Восточная сказка» коллектив «Жемчужинка» привез сразу несколько своих постановок, которые по достоинству оценило не только жюри. Во время выступления одного из номеров зритель даже встал, зритель стоя аплодировал. На другом номере у нас есть красивый номер для мамы. Всплакнули даже члены жюри. То есть было приятно, что уже достигли такого уровня, что могут сразу ярко станцевать, что у зрителей идут сразу эмоции. В багаже «Жемчужинок» не только забавная хореография, это танец на прививку, но постановки, где танцоры рассказывают о взаимоотношениях с близкими людьми. Исполнение танца для мамы было для «Жемчужинок» сложно не только в эмоциональном плане, но и в физическом. Балетмейстеры усложнили элементы танцев. Самое сложное движение для меня – это когда мой мальчик, с которым я танцую, он берет меня как бы кверх ногами и я ноги шпагата раскрываю. Корпус держим, руки ниже, крест, в руках крест. Молодцы, 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 спасибо, спасибо, спасибо. Так каждый день проходят тренировки, репетиции ребят по 3-4 часа. Для того, чтобы сделать сальто или сесть на шпагат, нужна сильная физическая подготовка. На конкурсе «Восточная сказка» коллектив «Жемчужинка» за каждый номер получил высокую оценку – по 10 баллов. За этой победой стоит не только физическая подготовка и работа над техникой танца, но и грамотная разработка каждого образа. «Жемчужинки» признаются – во время исполнения танца немаловажную роль играет и контакт со зрителем. Когда мы вышли на сцену, это был как наш маленький мир, как наш вакуум. Мы зашли в него, и у нас был диалог только между нами и зрителем. Аплодисменты зрителей и высокие награды не только подняли оренбургских «Жемчужинок» на новый уровень, но и стимулировали на новые победы. В женском чемпионате России по баскетболу впереди решающий этап. Восемь лучших команд премьер-лиги начнут борьбу за медали. Продолжит Анатолий Единьевич. По итогам регулярного чемпионата «Оренбургская надежда» в четвертьфинале получила в сопернике московский МБА. Столичный клуб впервые выступает в премьер-лиге и, попав в восьмерку, с лихвой выполнил претезонные задачи. Именно матчем с МБА дома в октябре «Надежда» открывала гладкое первенство. Оренбурженки только вкатывались в сезон и сокрушительной победы не добились – 69-63. Зато набрав ход, в декабре в Москве наши разгромили соперниц 76-47. Теперь в действие вступает кубковая система до двух побед, и аутсайдеры постараются дать бой фаворитам. Первый четвертьфинальный матч «Надежда» проведет на площадке соперника в субботу, а 9-го и, если понадобится, 10-го апреля сыграет дома. Ну а завтра в Оренбурге решающий турнир начнет ближайший резерв команд мастеров. На базе баскетбольной школы Олимпийского резерва, что в бывшем областном доме физкультуры, стартует финал восьми суперлиги «Б». Помимо «Надежды-2» сыграют вторые составы Ногинского «Спартака», Курского «Динамо», «Енисея», «Энергии», «Сыктывкарская «Ника» и «Шахты». Здесь тоже кубковая система – четыре пары, победители идут дальше. Наш четвертьфинал с курскими юниорками в полшестого вечера. Анатолий Юденич, Новости дня. На этом выпуск завершен. Оставайтесь на нашем канале и приятного вечера. Первого апреля в центре настольного тенниса России пройдет полуфинальный матч Лиги Европейских чемпионов. «Факел Газпром» принимает победителя Лиги Европейских чемпионов 2014 года французский клуб «Пантуаз Сержи». Начало матча в 17 часов. Вперед, Россия! Вперед, Газпром! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова